Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Марсенкевич. Всем добрый день! Борис, сегодня хотелось бы поговорить про животрепещущие темы. Польша и Словакия запускают новый газопровод. Максимальный объем голубого топлива, который можно будет транспортировать по новой системе, около 5 млрд кубометров. Вопрос, а куда и откуда они собираются транспортировать, если газопровод построили в режиме интерконнектора? Это Польша будет поставлять немецкий газ, а это все-таки Словакия на своих месторождениях найдет? Насколько я понимаю, новость содержит будущее время. Будет построено, будет запущено и так далее. На самом деле новость касается тех трех стран, которые совершенно четко заявили, что оплачивать газ в рублях они не намерены. Они намерены подавать в суд на Газпром. Четыре страны, простите. Четыре страны сейчас с официальным отказом. Это не только Польша, это Литва, которая смогла добиться большего. Она законодательно запретила покупать какой бы то ни был российский газ в любом виде, как бы он ни поступал. Это Болгария, это Финляндия и Польша. На самом деле мы с Александром Фрововым уже касались этой темы, но можно немножко поспокойнее и без суеты попытаться разобраться, кто из них на что рассчитывает. Для чего Финляндии потребовался этот жест в той ситуации, которую Финляндия сама себе сложила? Это полезно. Подана заявка в НАТО, надо демонстрировать жесткость противостояния России. Почему бы и нет? Насколько это важно для Финляндии, насколько это важно для России? Финляндия была третьей по счету европейской страной, куда пошел советский газ. Договор подписан в 1971 году, в 1974 начались поставки. В прошлом году отмечалось 50-летие со дня начала сотрудничества. Были разные компании как с советской и российской страны, так и с финской. Начинал в свое время Фортум, потом он стал Газумом. То есть там самое разное. За это время в эту небольшую скандинавскую страну в общей сложности поставлено 130 млрд кубометров. Достаточно значительная величина. Объемы постепенно увеличивались. В общей сложности сюда 4 магистральных газопровода идут. Все эти магистральные газопроводы входят в отдельно существующую, в советские времена еще построенную, ныне модернизированную, систему магистральных газопроводов «Сияние Севера». Именно через эту систему магистральных газопроводов получают газ Республики Прибалтский, Белоруссия, Ленинградская область и Финляндия. То есть вот эта подача газа, они связаны ни с Северным потоком, ни с Ямал Европы, ни с Украинской газотранспортной системы. Вот совершенно индивидуально отделены от всех. При всем прочем, важно помнить, что объем потребления газа в генерации электрической энергии в Финляндии составляет порядка 5%. То есть нельзя сказать, что это какой-то самый невероятно большой удар по Финляндии. Финляндия традиционно работает на ископаемых источниках, те, которые, собственно говоря, в Финляндии растут. Так сложилось. Там есть и мазутные электростанции, и угольные электростанции, и электростанции, работающие на биомассе. Поэтому, если говорить о разрывах отношений России и Финляндии, то там как бы все последовательно. Была запрещена поставка из России древесной щепы, потом с гранулами возникли проблемы и так далее, и так далее. Если смотреть поставки прошлого года, то Финляндия, мягко будет сказано, не самый большой потребитель для «Газпрома» 1,4 миллиарда кубометров. Связано это было с теплой зимой, прежде всего. Еще одна особенность Финляндии, то, что на ее гранитных грунтах мечтать о подземном хранилище газа не приходится. То есть, из этих 50 лет сотрудничества, 49 лет Финляндия в самом буквальном смысле слова зависела от российской трубы. И зависела она достаточно стабильно, там вроде никаких аварий серьезных не было. Я считаю, что это отдельно взятое инженерное чудо. Российские и финские специалисты за 49 лет сотрудничества сумели добиться того, что ни разу обрыва поставок не было. Почему я говорю не про 50, а про 49? 2015 год – это дата, когда все положения третьего энергопакета были имплементированы в законодательстве Финляндии. Произошел целый ряд событий, которые мы как бы не особо и заметили. В соответствии с новым законодательством Финляндии «Газпром» продал свои акции, имевшиеся в «Газуме». Новое название компании там было 34%. Продано это было финскому правительству, компания государственная. «Газпром» вышла. Следующий момент, там неподалеку были события вокруг «Крымской весны». Под эту сурдинку Еврокомиссия сумела протолкнуть проект строительства магистрального газопровода, получившего название «Балтик-коннектор» между Эстонией и Финляндией. С этого момента Финляндия, как ни удивительно, получила доступ до единственного в регионе крупного подземного хранилища газа. Он находится в Латвии, в местечке Инчуканс. Название точно такое же. Соединены эти системы по сети магистральных газопроводов «Сияние севера». Соединены газовые системы Эстонии и Латвии. Соответственно, для афинов это доступ к Инчуканцу и, соответственно, это возможность не дрожать. Не дай бог, что случись с одной из трупп и будет всем очень плохо. Мощность «Балтик-коннектора» тоже достаточно аккуратно. 2,5 миллиарда кубометров газопроводов. Звучит совершенно роскошно. То есть, это значительно больше, чем поставки из России. Но это интерконнектор. То есть, на самом деле, мощность 2,5 миллиарда кубометров, это значит, что за год может прокачать 1,25 миллиарда кубометров в одну сторону, столько же в другую сторону. Тем не менее, если будет задействован этот газопровод для того, чтобы нашли поставки из Латвии, из Эстонии в Финляндию, Финляндию, собственно говоря, перекрывается совершенно спокойно, несмотря на отсутствие поставок из России. На что еще могли надеяться финны? Российский газ оттуда не уходит. У «Фортума» есть долгосрочный контракт с «Криогаз Высоцк», среднетоннажный завод по производству СПГ, расположен, как ни удивительно, в «Высоцке», кто бы мог догадаться. Проект часто называют проектом «Новотека». Компания «Новотека» действительно имеет там контрольный пакет акций 50% плюс 1 и является оператором проекта. Но если внимательно посмотреть, что из себя представляет этот проект, то 50% минус 1 акция принадлежит некому «Газпромбанку», который, собственно говоря, этот проект активизировал. Ресурсным источником является магистральная газопровода «Газпрома». Проект считается «Новотековской», звучит красиво, частная компания, все в полном порядке. По этому контракту 300 тысяч тонн ежегодной поставки СПГ – это порядка 400 миллиардов кубометров газа в его обычном состоянии. Это никуда не денется. Кроме того, в 2015 году «Фортум» сумел выкупить норвежскую компанию, у которой на руках были долгосрочные и остаются, соответственно, долгосрочные контракты с норвежскими производителями СПГ, потому что часть территории Финляндии не подсоединена к единой системе газоснабжения за счет поставок СПГ автономно ряд населенных пунктов запитан. То есть у Финляндии по поставкам газа есть три варианта. Попробовать договориться с Криогаз-высоцком о наращивании поставок раз, договориться с Эстонией и Латвией, чтобы российский газ перепродавался по «Балтик-коннектору-2», и договориться с норвежскими производителями СПГ о наращивании поставок вариант номер три. Вот-вот должен выйти из ремонта один из норвежских СПГ, правда это вот-вот все время переносится вправо, но все рассчитывают, что летом более полутора лет длящийся ремонт закончится. В Финляндии варианты есть, почему я считаю, что «Балтик-коннектор» будет одним из основных вариантов. Очень громко заявила о том, что не будет покупать российский газ Литва, очень громко заявила о том, что не будет покупать российский трубопроводный газ Финляндии, а Латвия и Суния молчат. Молчат, не делают ни заявления о том, что не согласились платить в рублях, ни о том, что они не согласились. Вот тот случай, когда они выдерживают такую театральную паузу, что позволяет надеяться. основной поставщик газа в Латвию компания «Латвия с газа», где 34% акций принадлежит некой компании «Газпром». Может быть они сумеют договориться о платежах в рублях, это раз. Во-вторых, если «Латвия с газа» будет продавать газ финскому «Фортуму», тоже неплохой вариант. Удобный. Удобный. Что касается Польши, сверху вниз идем. С Литвой там все понятно. Законодательно запрещено покупать в любом виде. Я думаю, что они даже российский лимонад на всякий случай покупать не будут, а то мало ли там газ. Там неинтересно. Там как-то все прискорбно. Но что характерно, при этом Литва ничего не говорит о прерывании транзитного договора у нас в Калининградской области запитана по газопроводу «Минск-Каунас-Калининград», проходит по территории Литвы. И опять, отношение политиков – это одно, отношение людей, занимающихся делом – это совершенно другое. Договор о транзите заканчивался в 2015 году. Какая истерика тогда стояла по поводу событий в Крыму, все помнят. первые тысячи санкций начались, еще что-то, крики, шум, гам. Компания «Литгрид», отвечающая за газотранспортную систему в Литве, сообщает «Газпрому» о том, что у нас заканчивается в 2015 году контракт. Есть пункт о том, что если стороны не возражают против условий контракта, то он автоматически продлевается на 10 лет. Мы не возражаем. Политики не успели заметить вот этого простого письма. «Литгрид» всем довольна, «Газпром» тем более доволен, «Литгрид» доволен, потому что получает стабильно транзитные платежи и можно думать о своих каких-то газотранспортных делах, имея достаточно стабильный источник денег. Вот этот договор, он и сейчас не в центре внимания, никто на него внимания не обращает, все хорошо. Главное, что «Литва против всего». Что касается Польши, там тоже было много самых разных мнений, высказываний и прочего. Напомню, что договор о поставках был подписан между ПГН и ГА, по книге «Польская государственная компания и «Газпром» в 1993 году». Называют его «Ямальский контракт», срок его действия заканчивается в ноябре 2022 года. Наша многоуважаемая пресса «Ямальским контрактом» называют еще один договор, все «Ямальский контракт». Этот договор о транзите по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» был подписан в 1997 году. Действие его закончилось в мае прошлого года, и продлеваться он не стал, что вполне понятно, поскольку, вот еще раз, в 1993-1997 год, на тот момент Польша действительно независимое государство, он не входит ни в состав НАТО, ни в состав Евросоюза. Международные договоры подписываются на основании законодательств двух государств. С той поры не только много лет прошло, но Польша вступила в Евросоюз, имплементировала все положения третьего энергопакета, разумеется, продлить договор нельзя. Его надо в корне переделывать, либо подписывать, либо не подписывать. Но Польша решила, что раз третий энергопакет действует, надо переходить на то, что там предписано. Никаких долгосрочных договоров о транзите, фу, это не хорошо, это не нравится, это не кошерно совершенно, это не халяльно и вообще это ужас, ужас, ужас. Будем работать так, как написано в третьем энергопакете. Регулярное проведение аукциона на бронирование транзитных мощностей на сутки, на неделю, на месяц, на квартал, на полугодие, на год. Газпром сказал, ну, конечно, как в Европе. Почему это устраивает Газпром? Никаких штрафных санкций, в том случае, если поставки не осуществляются, просто нет. Ну, не явилась компания на аукцион. Ну, наверное, там много-много было других поставщиков, ведь все же любят использовать газопровод Ямала Европы. Там же много-много разных поставщиков. В результате, что получила Польша? Она, во-первых, дисциплинированно выполнила предписание о Брюсселе. Ей стало, наверное, от этого очень хорошо. Если раньше компания оттуда... Опять же, после имплементации третьего энергопакета по книге вышла, вошла газ-систем, который отвечает только за трубопроводы, магистральное и распределительное. Если раньше газ-систем точно знала, сколько денег она получит в течение года и могла размышлять о расширении подземных хранилищ газа за счет этих прибыли. И за счет этих прибыли она могла рассчитывать расширение трубопроводной системы. Сейчас этого нет. Как она договорится с банками о финансировании, если кого-то надо запитать, как вы будете, господа, рассчитываться. Но, может быть, придут деньги из России. Может, не придут. Жизнь покажет. В таком режиме они поработали. владельцем, оператором Ямал-Европы, польского участка была вот эта газ-систем. Но собственность на него это Европолгаз. Компания зарегистрирована в Польше. Европолгаз – это аббревиатура. ЕУ – понятно, Евросоюз. РО – Россия. Пол – Поланд. Вот название. Газ – понятно. 48% акций принадлежало Газпрому. 48% – газ-систем. И 4% – как бы независимые польские компании, которые не связаны ни с Газпромом, ни с газ-систем. Начиная с прошлого года, Польша добилась того, чтобы дивиденды за работу польского участка Ямала-Европы Газпрому просто перестали перечислять. То есть, прибыли действия, мы вам ее не отдадим. Закончила с это появлением указа президента Российской Федерации. Запрете какого бы то ни было сотрудничества с рядом компании, двоеточие, перечень был утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, в этот список попала компания «Европолгаз». То есть, теперь даже если Газпром решит, что ему очень хочется прокачать газ по Ямала-Европе, ничего не получится, потому что действующее законодательство Российской Федерации делать этого не позволяет. Теперь у Польской Республики есть замечательная труба, поскольку Ямала-Европа был построен в режиме интерконнектора, все, что они могут сделать по ней. Отслушивать из Германии. Получать газ из Германии. Причем это даже не украинский реверс, где он был сугубо виртуальным. То есть, газ идет по трубе, мы его распределили по Украине, потом сообщили, что на самом деле мы его покупали у швейцарской компании и так далее. Здесь нет только физический реверс, никаких вариантов, ничего в трубе не появится, если не удастся договориться с немецкими компаниями или с каким-то еще. Сколько они таким образом смогут вкачать газы, зависит от того, как пройдут переговоры, по какой цене им втюху. Это насколько выгодную цену, конечно, более выигрышную, чем предлагает Газпром, будет предложено. Я считаю, что это такое яркое свидетельство добрососедских отношений Германии и Польши. Германия Польшу всегда любила. А сейчас, когда в Германии складывается сложная ситуация, Польша, разумеется, своим звонким злотом поддерживает экономику в Германии. Я думаю, что налогоплательщики Германии и избиратели Польской Республики крайне довольны. Я думаю, они будут гордиться тем, что вот в это сложное время они выручают своих добрых соседей. Поэтому мы добрались наконец до газопровода из Словакии, который планировался давно и не исключено, что сейчас его начнут строить, потому что в этом заинтересована Словакия, которая ничего против того, чтобы оплачивать поставки трубопроводного газа из России в рублях, не имеет. И тогда Польша сможет получать 5 млн кубометров российского газа, немножечко доплатив Словакским компаниям, что опять же не может не радовать поляков. Это же будет не российский газ, это будет газ Словакский. Еще одна подпорка у Польши тоже имеется. В ноябре-зекабре этого года должна начать работать морская часть магистрального газопровода «Балтик-Пипе», «Балтик-Пайп». Я английский не очень хорошо знаю, иногда неправильно произношу. И это, конечно, предмет гордости всей Польской Республики, всей Дании, королевство Дания тоже участвует в этом мероприятии. По этому газопроводу годовая мощность проектная, которого составляет 10 млрд кубометров газ из Норвежского сектора Северного моря должен через всю территорию Дании прийти в Польшу и уйти дальше. Потому что следующий интерконнектор это JPL, газ интерконнектор полон Литвания. Но это уже отдельная тема. Там, кстати, тоже открытие состоялось. Ленточку перелезали, шарики запустили. Соединились газовые системы Польши и Литвы. Газа, правда, нет ни справа ни слева, но главное, что уже есть труба и вот-вот должен появиться газ. Видимо, сам по себе зародится каким-то образом. Если посмотреть на техническое описание проекта «Балтик Пайп», то ресурсным источником является магистральный газопровод «Еуропайп-2», по которому газ из норвежского сектора Северного моря идет в Германию. То есть, у Польши великолепная ситуация, когда она может, как ты сказал, отсасывать газ из Германии с двух сторон. Из «Еуропайп-2» и тот газ, который поступает по Северному потоку первым, он продолжает работать, может заворачивать и по Ямал-Европе тоже вкачивать. Вот таким образом Польша намерена решать свои проблемы. Годовое употребление газа порядка 20 миллиардов кубометров. Источники свои. От 4 до 5 миллиардов кубометров. В последние годы средняя цифра 4-4,5 миллиарда кубометров газа в год. То, что добывается на территории самой Польши. Работает регистрационный терминал Свиноуисы. Годовая мощность 5 миллиардов кубометров на 100% мощности. Не работал он никогда. Построен на основании долгосрочного 15-летнего контракта с компанией «Катаргаз». В 15-м году подписан. До 2030-го поставляет. После регистрификации это полтора миллиарда кубометров газа. Это «Катар». Это нефтяная привязка. Это долгосрочный контракт. Это поставка только танкерами и газовозами компании «Катаргаз». «Катаргаз» не желает, чтобы европейские спекулянты «Катаргаз» куда-нибудь еще перепродавали. У них свои игры и в Азии, и на других рынках. Не надо нам портить игру. Поэтому контракт с компанией «ПГНГ». Где ваш регистрационный терминал? Здесь. Вот наш танкер и газовоз. Не волнуйтесь. Мы сейчас все перекачаем. Оставшиеся 3,5 миллиарда кубометров можно добирать откуда угодно. Польша рассчитывает на то, что начиная с 2024 года удастся покупать газ на заводах, сжижающих газ на территории США. Как она будет жить до 2024 года, никому не известно. Но это не самое главное. Главное, что независимость от российского газа уже с каждым днем. Собственно, ситуацию мы с Александром Фроловым уже это обсуждали. Около половины европейских партнеров «Газпрома» согласились платить в рублях. Это не значит, что «Газпром» будет экспортировать на 50% газа меньше. Вероятнее всего, объем тот же. А те, кто не согласился на оплату по алгоритму, предложенному в указе президента Российской Федерации от 31 марта, будут просто платить больше денег для того, чтобы купить газ у тех, кто покупает его за рубли. И там уже полная свобода творчества. Например, Польша может за газ, который по газопроводу, с которого разговор начался, может оплачивать в польских злотах, в евро, в долларах, в тугриках, вонгах, в чем угодно. Полная свобода творчества никакой зависимости от России. Газ, прошедший через территорию Украины и через территорию Словакии, разумеется, перестает быть российским. У него перестраиваются молекулы, там по-другому выглядит. Освобождается в процессе. Освобождаясь от тоталитаризма, совершенно другой газ. Конечно, за такой газ неплохо бы и приплатить. Совершенно разумно. На мой взгляд, совершенно логичное поведение Польши, которое готово помочь Словацкой экономике, Немецкой экономике. И, конечно же, с каждым днем все больше шансов на то, что можно будет руководителям компании книги, руководителям Польши открывать утром газету с портретом Владимира Владимировича и язык ему показывать. Это, на самом деле, очень сильно помогает в непростое наше время. Вот приблизительно как-то так. Впереди светлое будущее. Ну, вот такое вот предысторию достаточно скромной новости. Просто вот так вот, слегка мелькнувшей по гранкам новостей. Друзья, напомним, мы находимся под персональными санкциями Ютуба. Ждем вашу подписку на спонсору. Именно она позволяет нам продолжать снимать выпуски и выходить. За новостями о проекте подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. А сегодня был краткий обзор, какие перспективы ждут те страны, которые вполне официально отказались от оплаты российского газа в российских рублях. Дашь рублей – будет газ. Нет рублей – у тебя не будет трубопроводных поставок из России. На этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова